Иногда прослушивание какой-нибудь очень нежной медитативной музыки на заднем плане может помочь избавиться от отвлекающих факторов. Лично я никогда не делал этого сам. Как правило, я просто закрываю глаза и расслабляюсь, расслабляю свое тело. Я расслабляюсь своим разумом, так что я отбрасываю все мысли, которые у меня были, и сосредотачиваю свои мысли, просто думая исключительно об Отце или думая исключительно об Иисусе. Это может быть размышление о каком-то аспекте любви или о чем угодно, но я просто сосредотачиваюсь на этом и прихожу к месту покоя, как только я успокоил свои мысли. А затем я просто открываю свое сердце, открываю свой разум и позволяю ему общаться. Это может быть мысль, это может быть картинка, это может быть видение, это может перейти впечатление, это может быть просто знание. И что касается меня, да, у меня были видения, которые я бы описал как очень наглядные встречи, но я не знаю, были ли они наглядными или нет. Потому что они не были наглядными в обычном смысле этого слова. То есть мои глаза были открыты, и я смотрю на что-то, и свет отражается от этого предмета. Я получаю свет в свои глаза, фокусирую его на хрусталики и сетчатки, и в конечном итоге, как вы знаете, зрительный нерв передает электрический импульс в мозг. И мозг все это сортирует и показывает мне картинку. Ну, когда я вижу духовно, я, очевидно, на самом деле не вижу свет такой длины волны, но я могу улавливать свет другой длины волны, духовной длины волны. Но мои чувства настраиваются, а затем мой мозг интерпретирует. Так что все, что вы видите, чувствуете, осязаете, знаете, пробуете на вкус, осязаете, обоняете, в конечном итоге превращается в электрические импульсы в вашем мозгу. И ваш мозг привык к некоторым из этих электрических импульсов, и они вам знакомы. Нам просто нужно научиться отфильтровывать весь шум, чтобы получать информацию, которую нам сообщает Отец. И теперь, если все в порядке, я вступаю в Царство Небесное, восхожу в Царство Небесное. Я там, я на своем троне, или, может быть, я нахожусь перед ковчегом, ты знаешь, в Святой Святых, или как бы это ни называлось. Я получаю информацию, но я записываю это с открытыми глазами. Так что я не смотрю на что-то от третьего лица. Я там, и я испытываю это, и я записываю то, что происходит в этом опыте. Потому что мое сознание разума научилось декодировать информацию, которую я получаю духовно, во что-то, что теперь я могу описать визуально. Со всем этим пониманием. Но я не мог бы честно сказать, что я вижу это так, как вы обычно думаете, или так, как вы пытаетесь это увидеть. Так что постарайся не пытаться увидеть, просто наслаждайся пребыванием в присутствии Бога, и посмотри, что откроется, и посмотри, как ты это получишь. Так что поговори с ним, и посмотри, что вернется. Попроси его открыть или раскрыть что-то тебе, и посмотри, как это придет к тебе. Потому что для меня познание это гораздо более высокое и легкое занятие, чем пытаться что-то понять, увидеть в визуальном смысле, или увидеть себя со стороны, как если бы я наблюдал. Я не наблюдаю, я там. Так что я получаю информацию от того, что нахожусь там, и я научился расшифровывать ее, а затем описывать. Так что я бы посоветовал вам расслабиться. Во-первых, не накладывайте свои предвзятые желания на то, как Бог общается с вами, или как вы воспринимаете или получаете информацию. Потому что восприятие — это ключ в конце дня. И слово, даже слово «видеть» может означать «воспринимать». Я вижу, или это означает, что я знаю, я понимаю, я получаю это. И самое главное для вас — это получить это, а не то, как вы это получаете. Иногда я испытываю сильные эмоции, когда меня касается Божья любовь. И я чувствую это эмоционально. И это похоже на волны чего-то, накатывающие на меня, и это просто волна за волной. Теперь, если я попытаюсь проанализировать это или разобраться в этом, мне будет гораздо труднее это воспринять. Так что я знаю, что люди с левым полушарием хотят во всем разобраться, у них есть протокол, и они знают, как это сделать. Но на самом деле это больше связано с отношениями. Так что позвольте этим отношениям развиваться так, как Бог хочет, чтобы они развивались с вами. Когда дело доходит до этого, для меня это было так. Я отказался от своей повестки дня. Это было просто так. Я собираюсь провести время в присутствии Бога, не для того, чтобы попытаться увидеть, не для того, чтобы попытаться услышать, просто для того, чтобы быть. И каждую ночь, когда я ложусь спать, я вовлекаю свою душу в сад моего сердца, на зеленые пастбища, к тихим водам с пастухом, для восстановления моей души. И я просто ложусь спать. И мой дух свободен, доступен для Бога в Царстве Небесном. Но моя душа отдыхает в присутствии Отца, пастуха, который ведет меня, направляет меня, восстанавливает меня, делает меня целым. И я просто доверяю. И иногда я просыпаюсь, и в этот момент пробуждения иногда мелькает проблеск чего-то, за что можно ухватиться, что можно удержать и запомнить. И иногда ко мне приходят какие-то вещи. А иногда мне приходят в голову вещи, которые я сделал в духе, а иногда то, что произошло в моей душе, а иногда вообще ничего, но это нормально.